У вас задолженность имеется перед Березняковской сетевой компанией, задолженность за тепло. На сегодняшний день задолженность погашена вами? Нет. Более 100 тысяч рублей задолжал Дмитрий за отопление и горячую воду. Кредиты виноваты, оправдывается мужчина, обещает начать выплачивать долг. Но уже слишком поздно. У пристава-исполнителя на руках разрешение, выданное судом. Вот изыскатель настаивает на исъятие транспортного средства, которое за вами зарегистрировано. Вот она, Мазда 2007 года. Пристав проводит опись имущества. Фиксирует все повреждения. Разрешает забрать личные вещи, а после подъезжает эвакуатор. У владельца Мазды есть неделя на погашение долга, иначе машина уйдет с молотка. Подобные аукционы давно не редкость. Только за последние месяцы у березняковцев. Должников за тепло забрали более 10 автомобилей. Кстати, Дмитрию придется оплатить еще стоимость эвакуатора и стоянки. Причины образования долга могут быть разными. Но гражданам следует помнить, что платежи по квиточку за отопление и горячую воду – такой же обязательный платеж, как взнос по кредиту. Пропускать себе дороже. Ну, если бы мне пришло решение суда, как мне судебный пристав сказал в течение пяти дней, может быть, я оплатил и дело не нашло, но судебного решения я не видел. Будем разбираться. Как правило, должники сразу находят деньги, а после стараются не пропускать просрочек платежей. Сегодня только лишь за тепло и горячую воду горожане должны более 900 миллионов рублей. За последнее время в городе Березняки было арестовано более 10 транспортных средств на общую сумму более 3 миллионов рублей. Также применяются меры принудительного характера и по другому имуществу, по бытовой технике, телевизору, микролоновой печи, электрочайнике, компьютерам. Энергетики предупреждают, достаточно не платить всего два месяца и люди в погонах могут постучать в дверь. Во время этого рейда приставы посетили десятки квартир. Конфисковали автомобили, бытовую технику. Но и это еще не все. Судебные приставы вносят запреты на продажу имущества и на выезд за границу. Как правило, люди погашают задолженность и в дальнейшем не имеют проблем. Сергей Каленик, Степан Никрасов. Новости Верхнекамья.